Тувинское региональное отделение Вольного экономического общества России, Тувинский государственный университет, региональные Минсельхоз и Минтруд провели круглый стол этноэкономика Саян-Алтайского региона с энергией возможностей. Выбор этой тематики, именно связанной этноэкономики, связан с тем, что, как мы знаем, 46% населения республики Тува проживают в сельской местности. И необходимо именно роль и значение этнических хозяйств или домовых хозяйств использовать этот потенциал. В частности, чтобы они не только производили продукцию для себя, для семьи, а вот чтобы их продукция в масштабном количестве производилась для населения. В свете того, что в регионе высокий уровень безработицы для сельского населения животноводства является средством для существования. В связи с этим изучение особенностей ведения животноводческих хозяйств в республике остается актуальным. Мы объездили все 17 районов, опросили 61 животноводческое хозяйство. И в результате мы определили 4 зоны нашей республики, которые на основании этих 4 зон посчитали и разделили наше хозяйство на среднее, малое и крупное хозяйство. В итоге оказалось, что малое и среднее хозяйство в затруднительном положении и доходу их не покрывают расходов. Крупные же хозяйства стали достаточно зажиточными. Их можно отнести к самозанятым. Стоит отметить, что научная экспедиция проводилась в 2019 году. Ее расчеты произведены в ценах того года. Также исследования проведены в Монголии. Хочется отметить, что животноводы живут в этих чабанских стоянках. Поэтому у них быт очень такой современный. А у нас в республике семи животноводов живут в ближайших селах. А чабанская стоянка как это место для выращивания животных. В то же время есть и объективные причины, влияющие на животноводство республики. Это небольшая площадь земель сельскохозяйственного назначения. Из-за природного ландшафта, резкоконтинентальный климат и другие. Поэтому решение всех проблем должно рассматриваться в различных ракурсах и с научным подходом. Здесь и экономисты, и социологи, и филологи, и биологи. И геологические аспекты. За много лет вперед что было. И в то же время чисто экономические проблемы. Это расчет затрат, обсеводческих хозяйств. Также этноэкономика. На круглом столе обсуждались именно проблемы и перспективы развития этноэкономики Саян-Алтайского региона. Учеными рассматривались возможности перед промышленностью предпринимателями, стоящими на данном этапе. Вот это дает очень большой материал для дальнейших исследований и часто наталкивает ученых на то, чтобы найти новую нишу, более перспективную в научном направлении. И предложить для республики, для региона новые направления исследований, которые еще ранее не изучены. В рамках круглого стола прошла также экспертная дискуссия по определению роли этноэкономики Саян-Алтайского регионального хозяйственного комплекса в контексте строительства железной дороги Козыл-Курагина с дальнейшим выходом в Западный Китай через Монголию. В проекте «Один пояс, один путь». Сайгенбриви Баяною на Замато Чур, Тува-24.